Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти До конца 2020 года в Кировской области в рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги будут отремонтированы все основные региональные автотрассы Киров-Сунан-Алинск, Уржум, Малмы, Шведские Поляны Киров-Советск-Яранск, Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Граница-Судмортия и так далее Эта информация прозвучала в ходе визита в Киров замглавы Росавтодора Григория Прокуронова Также чиновник сообщил, что в следующем году наша область получит на ремонт дорог не менее 1 миллиарда 300 миллионов рублей Трасса 101 Минэкономразвитие подтвердило, что готовит законопроект, предусматривающий штраф в 800 рублей за отсутствие техосмотра Вычислять автомобили, не прошедшие ТО, будут камеры фиксации нарушений, имеющие доступ к базе данных станций технического обслуживания Последним, кстати, тоже будет грозить денежное взыскание до полумиллиона рублей за незаконную выдачу диагностической карты А конкретному работнику в этом случае впаяют 80 тысяч рублей штрафа Трасса 101 Ульяновский автозавод со дня на день официально представит новый грузовичок «Профи», сделанный на базе модели «Патриот» Машина способна принимать на борт до полутора тонн груза Привод пока только задний, в недалеком будущем появится и полный Двигатель уже хорошо знакомый с ЗМЗ-409, но с увеличенным количеством лошадей, порядка 160 По информации Авторевю, минимальная стоимость новинки без скидок составит порядка 730 тысяч рублей Трасса 101 Автомобили марки «Тойота» сейчас являются самыми покупаемыми в мире На втором месте с существенным отставанием, по данным агентства «Автостад» — «Фольксваген», на третьем — «Форд» В списке нашлось место и для продукции «Автоваза» «Лады» занимают там 50-ю позицию Такой же результат еще у нескольких автопроизводителей «Кадиллак», «Мини» и «Би-Уайди» Каждый третий легковой автомобиль в России выпущен более 15 лет назад А средний возраст легковушки, по данным специалистов, составляет 12,5 лет 60% соответствующего автопарка — иномарки Кроссоверов и внедорожников у нас порядка 20% Машин с дизельным двигателем — менее 5% Самые распространенные марки — «Лада», «Тойота», «Ниссан», «Хёнде» и «Шевроле» На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101